ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ На голос Дебальцево, жители города Дебальцево, вы извините, люди на Майдане, когда вы выходили в том году на Майдан, вы люди, когда вас расстреляли, вы кричали «Небесная сотня», вы продолжаете об этом говорить. Но почему-то жители города Дебальцево с 24 июня мы забыли, что такое жизнь. Мы 4 месяца живем под обстрелами, мы поховаемся по подвалам, мы забыли, что такое нормальная жизнь. У нас перестал функционировать город. У нас не работает железная дорога. У нас люди потеряли работы. У нас люди пытаются выехать, но им некуда ехать, потому что у людей нет денег. Люди не могут снять себе где-то жилые дома и найти же работу. Так жизнь остановилась, что ли? Мы даже себя не чувствуем защищены. Мы даже себя не чувствуем защищены от нашей армии, которая находится у нас в городе. Спасибо. Давайте послушаем ответ. Давайте мы Майдану дадим ответить. Ирена, вы слышали наверняка то, что говорят из Дебальцево. Ответьте этим людям, они слышат вас. Тут есть также люди из Майдана, из Киева, хотят ответить Дебальцево. Я очень хорошо вас понимаю, но я хочу спросить вас. Скажите, пожалуйста, если бы у вас пришла российская армия, оккупационная армия, не уже вы думаете, было бы легче? Не уже вы думаете, вы бы ходили? Не уже вы думаете, они не пьют? Там чеченцы. Они не только пьют, они и насилуют людей. Они режут их. У вас бы было еще герче. Поверьте, люди, если вы думаете, что эти хлопцы, которые стоят под градами, принявши 50 грамм, идут, где что-то делают, то, поверьте мне, им набагато герче. Что вам мешает защищать свою страну? Берите в руки автоматы. Женки, выезжайте не на оккупированной территории. Мы вас захистим, а хлопцы, отвоевайте свою землю. И все. Сейчас дадим Дебальцево. Мне просто важно понять, есть ли у людей, которые там сейчас в подвале, чувство, что их слышит Майдан, что вот есть этот диалог. Андрей. Подчеркнуть, что люди, которые здесь собрались, они реально каждый день ходят под градами. Что это такое? Я надеюсь, вы имели возможность увидеть в том материале, который, скорее всего, подготовили мои коллеги, о том, как здесь проходят будни. Сегодня также было много пострадавших. Ну а вот про Майдан и о том, что люди вам говорили. Вот какой у вас ответ? Я хочу сказать такой вам ответ, товарищи. На Майдане, я еще раз повторюсь, у вас небесная сотня. Кто разрешил местных жителей, безоружных, обстреливать с градов с точки у... Сделяются обеих сторон. Нет. Когда нас 24-го числа, я еще раз повторюсь, освобождала или захватывала украинская армия, мы так если вы еще не поняли, мы перестали существовать. Нас обстреляла украинская армия с градов. Сегодня стреляли с территории Пачевки. Извините, пожалуйста, давайте обратимся к секретарю Сарета. Коллеги, давайте мы не будем спорить. Давайте дадим ответить Майдану. Там есть реплика, я вижу. Слава! Слава Украине! Героям слава! Слава нации! Майдан, ответьте, пожалуйста, Дебальцево. Майдан! Слава нации! Слава нации! Слава Украине! Сейчас, Дмитрий, Дмитрий, вот у нас есть как раз человек, который готов ответить, вот, наверное, то есть это человек с Донбасса, Виталий, он не просто с Донбасса, он взял в руки оружие и защищает свою страну. Виталий, вот вы услышали только что Дебальцево, да, то есть люди возмущены, что бы вы могли ответить на это? Ну, как, в принципе, я за... То украинская армия стреляет? Нет, не может такого быть. Как стрелять? По мирным жителям? Нет, мы там, мы все, мы видим, ничего такого не происходит. В принципе, все наблюдаем своими глазами. Ну, вот только что женщина сказала, что украинские военные время от времени обстреливают мирных жителей и мирный квартал. У нас такого не было. Борислав, а сколько вы это прокомментируете? А я прокомментирую очень просто. Смотрите, как разница, вот, постановка вопроса. Мы вышли на Майдан для того, чтобы жить в Украине, а там для того, чтобы жить в Украине, никто ничего не хочет делать сейчас. И обвиняет о всем украинские силы. Эта женщина не видит то, что ее обстреливают россияне. Она не хочет этого видеть. Может быть, все-таки стоит думать о последствиях? Может быть, надо научиться защищать свою землю? У меня действительно много побратимов, которые воюют сейчас на передовой именно из Донецка и Луганского региона. Так вот, эти ребята, они на передовой, они защищают свои дома, они защищают свои семьи, они защищают свои квартиры. Они приняли для себя решение. И вот, когда я слышу фразу, мы на Майдане не за это стояли, мы на передовой не за это стояли, они стоят за свою землю. Если жители Дебальцево считают, что это их не родина, если они понимают, что они хотят жить в Украине, то им надо защищать свою родину, Украину.